всем привет друзья с вами варчик и продолжаем рубрику бои сверх разума это второй выпуск целый второй вид восик и это значит что рубрика не остановилась она продолжается хоть и потихоньку что мы здесь делаем вообще что это такое я захожу на вот реплей с выбирая какой-то реплей смотрю кто его сыграл смотрю какой результат если у игрока такая себе не очень статистика но при этом результат в бою был большой то это реплей для меня я его скачиваю и не глядя то есть я его еще не видел что тут бою было вместе с вами так сказать смотрю что здесь происходит и как это было сделано в этом бою мы смотрим на какого-то злодея он играет на птшки советской 268 вариант 4 ну и результаты я видел результаты здоровенные посмотрел статистику 49 процентов 1300 в 8 желтенький спецназовец все как полагается четко сейчас этот игрок играет на зелененькая но все те же 50 процентов он так и не переплюнул так и играет сейчас на 50 процентов то есть в целом что могу сказать что этот человек играет также как и раньше просто он выкачал какие-то имбовые танки какие-то экипажи подкачал подзарядил нормальных снарядов модулей но по тактике и принципе по игре можно сказать что на играет точно так же как и когда-то раньше когда начинал играть в эту игру поскольку он никуда не сдвинулся чуть-чуть подрос в н8 процент побед тот же самый и в принципе все так что сейчас мы посмотрим как же набиваются 12000 урона 12 карл 12000 50 процентный просто сверх нагибатор я за 60000 боев и мои 60 процент побед ни разу не набивал не то что 12 да я даже 10 не набивал ну а чувак выкачал имбу сел в нее и набил 12 косаре изи пока что он просто приехал на какую-то там сверх позицию под бугорком никакого сопротивления враги не делают просто постоял там кто-то по получал пиздюлей в нлд и едем дальше что же нас ждет тут у нас конь который а ну в принципе мне бы таких врагов конь стоит нюхает окно видимо там чайка сидела недавно плюнула ему на подоконник и он занюхался там вот это такой чайки я еще не ну не нюхал просто шедевр это шедевр может там кошка сдохла я не знаю что там такое в стене интересно но может он борщ там хавает или полы моет ну в принципе нажал в бой и срочно надо сделать что-то по-любому что когда ты нажимаешь бой надо поесть помыть полы забор поставить сходить на работу родить сына и что-нибудь вот что-то надо сделать ты не можешь нажать в бой когда ты свободен то есть человек доехал и все убиваем его едем дальше что у нас тут е50 так чисто с прыжка бабах е50 даже не стреляет а он стрельнул куда-то он там едет жопой видимо сейчас из карты выйдет и поедет другой бой интересные соперники конечно же 4000 урона при этом было сделано ничего с прыжка просто в лт под углом бабаски и все вот так уроны набиваются это не то что я стреляю с танков как у которого альфа 390 и вылетают время 297 какие-то ну и все я я уверен что сейчас опять же вот даже даже немного выцелил что удивительно летает у нас бы башка с уроном опять же альфа урага не прошла все четко все по закону а тут человек по айдам танкует тут еще один человек принципе посмотрите как он играет тут немножко надо под рубрику сделать в этой рубрике под рубрику в мире животных сейчас вы можете наблюдать на экранах как суслик поворачивает голову налево голову направо и в спячку а что тут еще скажешь он еще какой-то чел посреди карты стоит на из тэшки получил ее за лбз за что ее выдавали видимо за красивые глаза понятно еще один танк нам по центру и это уже 7000 урона вроде бы союзники кончаются но вы посмотрите какие враги какие враги они просто великолепные тупо великолепные враги и сейчас я сам кадра в картошку я замечаю что сейчас проигрывает не тот кто хуже сейчас в картошке все наоборот сейчас бои происходит так у кого кончение союзники ни у кого лучше у кого кончение по-другому никак так и тут невероятное сражение пацаны на галде лупятся друг друга нлд пробить не пробить да но наш тос киберспортсмен должен победить так танкуем гуслей внешний что самое прикольное что посерединке там вот что-то пробивается по краям нет и когда ты ездишь вперед назад то у этого корыто качается танк вот посмотрите на этого человека вот он ведь вы видите куда выцеливать да вы просто видите куда выцеливает а ну как бы я не знаю что вам сказать человек выцеливает ему нлд сверху вниз при том что она пробивается плохо плюс еще враг качается у этого чувака 16000 боев 49 процент побед и он как играл одинаково так и играет он ничего не смотрел там не гайдики не шмайдики там айды дебилы делают шок смотреть он даже прицельчиком по танчику не поводил он ему выцеливает лючок и и и вот это вот нлд он больше ему ничего не выцеливает но раскрою вам секрет если бы он ему пиздючил в л.д. он бы его пробивал каждым выстрелом а в л.д. ты никуда не спрячешь вот она хоть качайся хоть поворачивайся вот в л.д. она довольно таки тоненькая но вот поэтому в таких вот микро моментах и видно где человек принципе рад в игру и чему-то учится есть человек который как играл в первую тысячу боев 50 процентов и следующий 16 тысяч боев играет точно так же здесь лт-шка закрутила пт-шку но потом лт-шка решила что нафиг надо и подставилась ну хотя можно было попробовать гусеницу сбивать а зачем зачем мы же играем в игру нигде лучшие игроки а где хуже наша игра двигаться вперед если раньше у нас соревновались чья команда лучше у кого лучше игроки то сейчас картошка соревнуется кого кончение команда у кого кончение игроки и я думаю сейчас вы в каждом бою это ощущаете что раньше все старались получше как-то куда-то стремились сейчас же все наоборот все наоборот какие-то тактики непонятные вокруг домика поездили вернулись стали бочиной под шеридана который сейчас где-то выйдет я честно говоря не знаю что наш кипер нагибатор делает вот было понятно что сейчас жопой к шеридану становится видимо он ждет остальных врагов которые приедут его добивать но сейчас так получается что он поворачивается жопой ко всем кто сейчас приедет а шеридан фихова знает вылезет или нет там шеридан тот еще нагибатор ну в принципе тут шо шеридан сверх раз все в это вообще забей честно ряда была сначала шеридана убивать они жопой к нему становиться и куда-то туда заезжать а потом уже разбираться с остальными я не знаю как можно делать в бою все задан наперед и при этом такие результаты набивать это конечно просто забей нужна помощь сейчас помощь приедет вот в принципе помощь приехала и сдохла сейчас сбоку мы стежка должна заехать ну если стежки не бухи бабах попал так что у нас остается по снарядам 332 принципе еще на три войны хватит с тэшки интересно чем вот давайте догадаемся что все это время делает две вражеские ст 9 уровня skoda t50 и t54 мне кажется они вдвоем могли бы эту фуловую телегу нашу развалить бесплатно играя вместе и разводя с разных сторон они не берут базу они не помогают союзникам они вообще ничего не делать о нашли укромное местечко сейчас будем здесь сидеть все я приехал я в домике давай дерево завалишь у пацаны на читак 6 выехали просто с дома сейчас десант с крыши спрыгивать пузом на влд и просто тупо арестован а посмотрите он в дверь целится а ну сейчас мужик выйдет он там с пивнушки ты ему как в мажешь давай целься тупо в дверь давай ух сейчас мужики допьют сейчас как вы идут как бахнешь им сразу воина получишь 2 фрага то у нас уже 7 а давай в окна по целься вдруг кто-то выглянет то и гляди какой внимательный это я недооценил этого игрока он 16000 боев 50 процентов не зря тут сидел для насмотрелся там в окна как в хуячи гляди и мансу и мансу давай мансу и опасность мансу и мертвый враг сейчас как как изданет тебе мансу и мансу и оп-оп-оп-оп-оп хорошо хорошо боже отлично отлично все хорош хорошего вернулся от всего воздуха весь воздух просто тебе нипочем молодец хорош все от мансы вался давай 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 что там по вы целью еще в окна то давай набери силы на следующий выстрел не знаю зачем он кумуль зарядил кумулятив может где-нибудь там гусеницах запутаться мне кажется и бы башки бы хватило но ему видней это не я 12000 забой набиваю поэтому ему виднее я в этом вообще не шарю мы выдвигаемся мы выдвигаемся понеслась я даже не представляю что шкода весь бой делала где она там каталась что нужно делать чтобы так поздно приехать вокруг карты вы помните когда она должна была приехать и об этом говорил минут пять назад у него быстрый танк чон делал интересно что делает 54 мне кажется надета перевернулась и считает голубей на небе или ворон я не знаю что он это может у него там коршун уже летает ну все мы едем брать базу видимо до любой уважаюсь и уважающий себя 10 процент десантник должен сделать в бою две вещи посмотреть в окно и забрать базу поэтому мы уже вторую вещь четко четко просто четко выполняем становимся на базу и стоит все в кусты офигеть чатом видя домкрат поднесет t54 он перевернется и приедет проверяй ждем давай давай внимательно оп проанализировал проанализирует давай давай сейчас готовься готовься да как 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 он готовит свою реакцию боже прям анализирует для так вот 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 что-то почувствовал почувствовал отставить напряжение ложная тревога анализирует анализирует давай опять в окна зале от культ и туда заглядываешь время где там витек подсказывает из окна куда смотреть что ли я теперь понял как 50 процент на набивая 12к ведь к там в окошке показывают абракадабру не но принципе 11696 урона база берется один 12000 или меня глюканула где мои 12000 урона так я не понял я пришел сюда смотреть 12000 урона день и неужели это просто захват базы чувить к не принес домкрат писи 4 эх ну все все зря виду зря вообще бой зря все провалено нету 12к провал а вот а там наверно сейчас витька с окна подкрутит 12 вот такой вот бой принципе все спасибо что смотрели пишите комментарии всем пока